коллеги всех приветствую меня зовут дмитрий вы находитесь на канале корр инвест здесь мы проводим технический разбор акций по методу лунового анализа сегодня мы остановимся на бумагах которые были лидеры роста за прошедшую неделю и среди данных бумаг выделим сургут нефтегаз префы акции озона ростелекома пик и компаниям тмк начнем сегодняшний разбор с акции сургут нефтегаза привилегированных здесь мы видим восходящий 5-волновый импульс при этом мы находимся в самом финальном стадии пятой волны не ровен час мы можем уже завершить формирование этого импульса и выбиться из него коррекционную фазу как рисуется этот канал тоже можно подумать почему вот эти вот вершинки здесь вышли из этого канала здесь проводится канал по вершинам первой и третьей волны и в идеале по низу 2 но здесь допускается расширение до двух величин поэтому здесь если прочертить середину канала по двойке будет примерно такая картинка 1 2 3 4 и 5 волна у нас в своей финальной стадии находится судя по всему фиксировать пятую волну мы будем уже после пробития этого канала вниз опять же то что он расширенный это еще больше будет подтверждать вероятность того что если мы идем ниже 50 вероятность того что коррекция началась еще больше увеличивается ну а цели этой коррекции скорее всего это будет достаточно может быть глубокой коррекции в виде зигзага от 30 до 40 это вот приблизительно ориентир это как раз район четверки внутри вот этого импульса в течение нескольких месяцев ближайших вполне себе мы ждем подобное развитие событий в данном метенте эту картинку этот разбор мы уже опубликуем у себя на сайте у нас появился свой сайт пользуйтесь им также на этом сайте вы найдете много других разборов имитентов поэтому заходите пользуйтесь смотрите 2 картин который мы сегодня разберем это компания озон компания озон также находится в стадии развития своего импульсного канала и при этом мы как и прогнозировали начинаем формировать пятую волну цели и и еще не достигнуты скорее всего там 3 400-3 800 это ориентир куда мы можем прийти сейчас котировки 300 с небольшим показывают но он при этом мы уже превысили вершины 3 поэтому целом надо быть уже настороже то есть движение скорее всего еще право продолжится восходящем направлении цели обозначил но это движение надо скорее использовать для того чтобы фиксировать полученную ранее прибыль нежели чем наращивать новые позиции наш потенциал не не шибко большой а коррекция может случиться в любой момент 2 500 ориентир для этой коррекции вполне себе будет нормальным точно также смотрим за движением уже в самом последнем канале то есть можно еще прочертить внутренние канал внутри 5 волны и выход из этого канала вниз уже будет говорить о том что мы завершаем длинный большой импульс и скорее всего пойдем на коррекцию 3 митинг который мы сегодня хотим представить вашему вниманию эта компания ростелеком график ростелеком а здесь формируется весьма замысловатая конфигурация волн но то что мы сейчас видим скорее всего это фарм фаза формирования б волны в abc движением при этом цели последнего вот этого финального забега они уже относительно недалеки от текущих отметок если мы 84 видим котировки в текущий момент то цели движения которые мы здесь обозначаем это район 88 тире 96 рублей за одну ценную бумагу предыдущие движения там на протяжении многих лет толковых импульсов в бумаге я бы не отметил скорее всего это были трехволновые комбинации самые различные на протяжении многих многих лет посмотреть полный разбор вы можете на нашем сайте акции ростелеком а какие прогнозы по нему мы делаем заходите пользуйтесь следующими тем который мы сегодня рассмотрим это трубная металлургическая компания что мы можем увидеть на этом графике если переключиться на недельные интервалы здесь в прошлом мы формировали достаточно длинный треугольник и судя по всему это была четвертая волна глобальная которая завершилась период пандемии в двадцатом году abcd и информацию мы увидели после чего мы выходим в импульсное движение пятиволновая в рамках пятой волны финальной при этом здесь мы уже наблюдаем сформированные первую вторую и возможно завершенную третью не исключено что третья может быть еще чуть повыше пойдет здесь движение мы еще не может не будем фиксировать посмотрим за ближайшей динамикой не исключено что еще какой-то финальный заскок в район 330 рублей за акцию здесь может случиться после чего можно ждать развитие четвертой волны в рамках этого импульсного канала как и с предыдущими имитентами полный разбор смотрите у нас на сайте и завершение сегодняшнего обзора рассмотрим компанию пик акции пик в двадцать втором году показали колоссальное падение своих котировок с 1400 1500 мы упали на ниже 400 в моменте котировки были сложили больше чем три раза и сейчас вот мы достаточно длительный период времени восстанавливаемся уже восемьсот шестьдесят четыре рубля видим котировки в текущую минуту судя по всему мы можем здесь увидеть формирование треугольника в рамках четвертой волны а и б мы практически сформировали б скорее всего еще имеет небольшой потенциал для дальнейшего движения но в целом мы видим здесь консолидацию в широком диапазоне середина этого диапазона в районе 700 рублей находится то есть вокруг этой отметки скорее всего мы можем консолидироваться еще несколько ближайших месяцев полные разборы эмитентов не только этих но и многих других смотрите у нас на сайте подсоединяйтесь на наши ресурсы телеграме в группе вконтакте youtube оставляйте свои комментарии всем хорошей рабочей недели на связи и и и и Субтитры подогнал «Симон»